Приветствую вас на нашем обучающей инвестиционном канале Redline TV. С вами Майя Вишневская, а это значит у нас новый обзор интересного проекта. Поехали! Итак, First Blockchain Fund. Мы перешли на главную страницу этого интересного венчурного проекта. И мы здесь видим отличный интерфейс. Выглядит стильно, я бы сказала очень стильно, респектабельно и привлекательно. Много графики, видео. Быстро грузится видео. Можно прямо не переходя на канал YouTube посмотреть. Скачать презентацию. На русском языке, в формате PDF. Много интересной анимации. Информативно, ярко и интересно. И давайте обо всем поподробнее. Кто же такие First Blockchain Fund? Собственно, Blockchain как национальная идея, это на главной странице у них находится, развитие децентрализованной экономики и внедрение технологии Blockchain в повседневную жизнь. Собственно, этим они хотят заниматься. Это первый сертифицированный венчурный фонд, который обеспечивает привлечение инвестиций в высокоприбыльные блокчейн-стартапы посредством формирования обособленных финансовых пулов. Кратко, емко получается. Можно сразу стать клиентом, перейти на регистрационную форму. И посмотреть сразу дорожную карту. Дорожная карта просто поражает своей точностью, пошаговыми моментами. Но об этом немножко поподробнее, чуть попозже. Поехали дальше. Здесь мы можем скачать презентацию. Собственно, посмотрим, чем занимается этот фонд. Развитие внедрения технологий криптографии в развивающихся странах. То есть, этот стартап осуществляет полный цикл финансирования и внедрения технологичных блокчейн-стартапов в различные секторы экономики развивающихся стран Азии, Африки и Европы. Также, благодаря принципам венчурного инвестирования и ресурсов Транснационального фонда First Blockchain Fund, компания успешно внедряет криптопроцессы в ключевые отрасли. Здравоохранение, телекоммуникации, энергетика и другое. Одежда, сервисы, медицина. Какие принципы мы можем здесь наблюдать? Закрытый формат приобретения токенов ключевых крипто-стартапов. Собственно, что это такое? Вы хотите знать? Я очень. Давайте разберемся подробнее. Приватное инвестирование в наиболее перспективные стартапы, отобранные и находящиеся под управлением First Blockchain Fund. Задолго до этапа выхода на стадию публичной продажи. Форсированное развитие и рост капитализации активов позволяет кратно увеличить ценность приобретенных токенов к моменту выхода на открытые рынки. На данный момент в предложениях числится CTR, стартап так называемый. Подробнее он называется Capacity Transfer Radio. Это революционная запатентованная технология, которая создана для того, чтобы принести новые коммуникации и покрытия на весь мир. Новый стартап. Это будущий стартап, который также, я так поняла, находится в процессе. Пока доступен только Capacity Transfer Radio. Можно посмотреть о нем подробнее. Что мы сейчас и сделаем. Переходим на страничку самого стартапа, куда предлагается инвестировать свои средства. Здесь количество акций, количество проданных, инвестиционные условия, период сбора средств, прогресс продаж акций. Можно сразу заработать для этого, зарегистрировавшись предварительно. Команда стартапа CTR. Ну, в принципе, все. Вернемся обратно. И давайте узнаем подробнее о деятельности фонда. Так, миссия. Миссия First Blockchain Fund состоит в содействии внедрению технологий блокчейн на уровне отдельных государств. Использование криптовалют в качестве легитимных финансовых инструментов. Развитие децентрализованной экономики и улучшение благосостояния пользователей и бизнеса. Подробнее мы переходим на страничку миссия фонда. Собственно, это часть странички у нас. Миссия фонда. Более 5000 инвесторов на данный момент. И можно сразу же присоединиться. Активная кнопочка для регистрации. Дальше. Миссия. Децентрализованные технологии, основанные на принципе блокчейн и связанные с ними криптовалюты, способны заменить традиционные финансовые единицы, шире и шире распространяются во всем мире. Главная преграда, как считают First Blockchain Fund, которая препятствует повсеместному внедрению блокчейна в жизнь, это непонимание или нежелание государства, крупных банковских структур принять эту технологию. Почему? Потому что это будет означать потерю значительной доли контроля над рынком и рынком мирового в целом. Над рынком государства, я так понимаю, и рынка всего в целом. Обычные пользователи не понимают, что такое принцип блокчейн-технологии и боятся впускать крипто-технологии в свою жизнь. В общем, компания взяла на себя миссию снять эти преграды для внедрения блокчейна во всем мире. Смотрим дальше. История. Здесь история с 2013 года по текущее время от создания команды в азиатском регионе. Может нам почитать, очень интересно, особенно если вас заинтересовало инвестирование в данный проект. Здесь о лицензии, основные причины выбора, свидетельство о регистрации. Давайте посмотрим. Зарегистрировано на Маврикии. Можно скачать. Посмотреть подробнее. Вернемся дальше. Так, цели. Страничка у нас цели. Она же здесь сразу при проматывании ниже. Смотрим цели. Какие же цели ставит перед собой? Продвижение блокчейн-технологий и блокчейн-стартапов для того, чтобы беспрепятственно имели они доступ к новейшим разработкам и инструментам венчурного финансирования для широкого круга компаний-потребителей, а также содействия легализации и активному внедрению криптотехнологий в повседневную жизнь развивающихся стран Африки, Азии и Европы. Посредством конструктивного взаимодействия с государственными структурами и здорового лоббирования интересов индустрии. Написаны все цели, миссия и история понятным и простым языком. Собственно, легко разобраться. Сразу же можно стать клиентом. Активная кнопочка регистрации. Дальше. Брендбук из стартапа мы разобрали. Дорожная карта. Давайте перейдем к самому интересному на данный момент. Дорожная карта. На данный момент выполнено 57,1% в первом квартале. То есть какие цели они себе ставят. Полный переход на венчурный формат. Определение ключевых отраслей для фокусировки. Запуск полного цикла развития. Запуск венчурного продукта. Эмиссия токенов. Следующим пунктом. То есть это на данный момент выполнено уже. Далее будет запуск маркетинга за компанией по развитию и продвижению. Проведение первого промоушена для активных партнеров фонда. И отбор от одного из трех новых проектов. Посмотрим дальше. Здесь очень подробно расписано. Много-много можно читать-читать. Это на текущий год. Дальше смотрите не просто. Детально прописана дорожная карта на 2019 год. Но также присутствуют основные моменты работы. 2020 год, 2021, 2022 и 2023. Компания рассчитывает на успех ближайшую пятилетку. И видит ясно свои цели. И очень целеустремленно к ним движется. Далее можно посмотреть. То есть миссия, история, цели, функции фонда. Образование. Помимо внедрения криптовалют, фонд занимается образовательной и просветительской деятельностью. Задачей вовлечь как можно больше людей в сферу блокчейн. И дать максимально полноценное и всеобъемлющее представление о пользе и выгодах этой технологии. Если вы помните, мы немножко вернувшись назад, мы с вами смотрели о целях компании. Они хотели внедрить блокчейн в технологии. И препятствием одним из главных видели то, что люди не доверяют, не понимают, что такое технология блокчейн. Как инвестировать, как этим всем управлять и что с ним делать. Соответственно, очень хитрый ход, очень интересный ход по поводу образования. Для того, чтобы дать понять, что это перспективное направление. И вот здесь для партнеров холдинга будут организованы бесплатные обучающие курсы профессиональных тренеров по направлениям. Криптовалюты и блокчейн с нуля. Основы торговли на криптобиржах. Пошаговый запуск собственного ICO. Майнинг, анализ, подбор оборудования и настройка. Это достойное ответвление о деятельности фонда. Далее можно найти документы. Политика конфиденциальности. Брендбук и стиль. Фирменный стиль, заключен форму, наводную орбитой планеты. Можно скачать любой дизайн-сначка бренда. Вот брендбук, презентация. Баннеры, сумки, пакеты, буклеты. Все можно скачать. Очень стильно выглядит. Стильный минимализм, я бы так сказала. Далее мы переходим к контактам. Электронная почта, адрес. Еще раз напоминаю, адрес зарегистрирован на острове Маврикий. Можно связаться через форму обратной связи. Вот отправить здесь указано на карте. Признавайтесь, этот обзор был так же интересен для вас, как и для меня. Жду ваших лайков и комментариев. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. С вами была Майя Вишневская. И это Редвайн ТВ. Пока. Редактор субтитров А.Семкин